Приветствую на канале Техноарена! Сегодняшний ролик посвящен сравнению смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13T. Приятного просмотра! Несмотря на минимальные отличия в названиях, смартфоны не особо похожи друг на друга. Так, прошлогодний флагман Xiaomi 13 можно назвать довольно компактным по нынешним меркам. Благодаря дисплею с диагональю 6,36 дюймов, о котором я расскажу подробнее немного позже, он меньше своего конкурента примерно на целый сантиметр. Уменьшают габариты и практически полностью отсутствуют рамки, позволяющие максимально эффективно использовать пространство передней панели. Фронталка в виде выреза находится по центру. В то же время у 13T экран больше 6,67 дюймов. Рамки экрана чуть толще, но это практически незаметно. Расположение фронтальной камеры такое же. Задняя крышка Xiaomi 13 в зависимости от комплектации может быть изготовлена из закаленного стекла или пластика. При этом ни тот, ни другой вариант не выглядят дешево, все же это премиальная модель. В ее нижней части присутствует аккуратный фирменный логотип, а верх занимает модуль камер с оптикой атлейка, о чем говорит дополнительная крупная надпись над светодиодной вспышкой. Модель с индексом T была представлена относительно недавно и относится к более бюджетной линейке. При этом задняя крышка у данного смартфона, как и у более дорогой версии, может быть как пластиковой, так и стеклянной. Отдельного внимания заслуживает блок камер, кажущийся более массивным и выступающим за пределы корпуса. Он также оснащен объективами атлейка, о чем сообщает фирменный логотип компании, нанесенный на защитное стекло. Боковые грани 13-го выполнены из алюминия, а на правой стороне расположились качелька громкости и кнопка включения смартфона. Левая грань оказалась совершенно пуста, нижняя отведена под слот для сим-карт, микрофон, динамик и разъем USB Type-C, а верхняя разместила на себе дополнительные микрофоны и ИК-излучатель. В этом плане модель 13-то чуть проще, ведь рамка у нее пластиковая, а вот расположение элементов на боковых гранях полностью идентичное. Корпуса обеих моделей защищены по стандарту IP68, благодаря чему можно не переживать о случайном падении смартфона в воду. Правда, целенаправленно купать гаджеты производитель все же не советует. В описании я оставил ссылки на проверенных продавцов, у которых можно купить любые комплектации этих смартов без риска получить подделку. А еще там же лежит промокод, применение которого во время оформления заказа дает существенную скидку. Как я уже говорил, обычная тренажка укомплектована дисплеем с диагональю 6,36 дюймов. Он имеет стандартное Full HD разрешение и способен обновлять картинку с частотой до 120 Гц. Благодаря использованию AMOLED-матрицы производителю удалось добиться феноменальной яркости. Ее пиковое значение достигает 1900 нит. Однако это еще не предел. Конкурент в лице модели 13T может похвастаться куда более интересным экраном. Матрица с диагональю 6,67 дюймов имеет разрешение 1220 на 2712 пикселей и способна обновлять изображение с частотой до 144 Гц. А самым любопытным отличием является показатель пиковой яркости в 2600 нит. Этого хватит, чтобы даже в очень солнечный день не присматриваться к изображению на экране от слова совсем. Если тебе нравятся подобные ролики, не забудь подписаться на канал и оценить мой обзор своим лайком. А еще обязательно задавай вопросы в комментариях или предлагай темы для новых роликов. Поскольку компания Xiaomi старается идти в ногу со временем, обе модели поставляются с предустановленной операционной системой Android 13, дополненной фирменной оболочкой MIUI 14. Более того, для флагмана прошлого года даже выпущено обновление, позволяющее перейти на 14-й Android. Само собой, помимо собственного магазина приложений, компания предустанавливает Google сервисы. Поэтому с поиском новых программ и игр у тебя проблем не возникнет. Если же там не окажется какой-то нужной программы, ты всегда сможешь установить еще один сторонний маркет или же просто скачать APK файл. Среди плюсов обложки хочу отметить множество встроенных фишек, позволяющих оптимизировать работу операционки и защищающих от различных угроз, будь то вирусные приложения или просто слишком любопытные приложухи. С каждым годом сотрудничество Xiaomi и Leica становится все более тесным, что выражается в установке фирменной оптики даже в устройство из среднего ценового сегмента, как это случилось с моделью 13T. В целом оба смартфона позволяют делать весьма неплохие снимки, однако они не лишены и некоторых минусов. Так, флагманская тренажка получила отличную фронталку с разрешением 32 мегапикселя, что может быть полезно любителям стриминга или онлайн-общения по видеосвязи. Однако телевик у нее оборудован матрицей всего на 10 мегапикселей, чего явно маловато для смарта с такой стоимостью. В свою очередь модель с индексом T уже успели немного захейтить за посредственную селфи-камеру, однако основной блок камер можно назвать весьма удачным, ведь матрицу с разрешением в 50 мегапикселей получил не только главный объектив, но и телевик. Само собой, оба гаджета имеют встроенную систему оптической стабилизации изображения. Флагман позволяет писать ролики с разрешением до 8К, правда, с низкой частотой кадров, всего 24 в секунду. Средний класс на такое уже не способен, зато выдает твердые 30 кадров при записи в 4К. Если на первом месте стоит быстродействие, то я могу смело рекомендовать Xiaomi 13 в качестве сегодняшнего фаворита. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 он просто в клочья рвет своего конкурента, набирая более полутора миллионов баллов в Antutu. Да и загрузка приложений у него происходит практически мгновенно за счет современного накопителя стандарта UFS 4.0. Модель 13T заметно уступает премиум-классу, ведь у нее под задней крышкой прячется куда более дешевый чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra, которого хватает всего на 850 тысяч попугаев в Antutu. Если что, слово «всего» здесь сказано с некоторой долей сарказма, ведь даже такой показатель по нынешним меркам можно считать вполне достойным. Если ты решишься на покупку прошлогоднего флагмана, то сможешь выбирать между несколькими вариантами комплектации с помитью на 128, 256 или 512 гигабайт. А вот более свежий среднебюджетник позволяет выбрать лишь объем оперативы, ведь размер накопителя у него фиксированный и равен 256 гигабайтам. К слову, оба смартфона предлагают модификации с 8 и 12 гигами оперативки. Оба смартфона получили примерно одинаковый набор беспроводных модулей. Они поддерживают работу в сетях пятого поколения, могут подключаться к самым современным Wi-Fi роутерам на максимальной скорости передачи данных и использоваться в качестве мобильных кошельков благодаря встроенному NFC-чипу. Xiaomi 13T даже смог обойти своего старшего брата по ревизии Синезуба, поскольку был выпущен позже. В итоге это один из немногих смартов с Bluetooth 5.4 доступных в наше время. Чтобы не делать корпус флагмана слишком габаритным, инженеры Xiaomi решили укомплектовать его батареей на 4500 мАч. Гаджет поддерживает проводную зарядку мощностью до 67 Вт, а также беспроводную мощностью до 50 Вт. Его изюминкой является наличие реверсивки на 10 Вт, позволяющей подзарядить часы или наушники, если они вдруг неожиданно сели в дороге. Модель 13T похвастаться беспроводным методом зарядки аккумулятора не может. Зато также поддерживает 67-ваттные блоки питания, а за счет более крупного корпуса еще и оснащена батареей емкостью 5000 мАч. Чтобы мой сравнительный обзор не был слишком предвзятым, я собрал в сети популярные отзывы про обе модели. Так, пользователи флагмана недовольны слишком медленной зарядкой. Это логично, ведь даже в более дешевых моделях бренда уже встречалась поддержка БП мощностью более 100 Вт. Также их не радует нагрев при запуске тяжелых приложений или игры защитное стекло Gorilla Glass 5 вместо более совершенного Gorilla Victus, которому самое место на топовой модели. Плюсами же 13T можно назвать весьма высокий уровень производительности, которого гарантированно хватит на несколько лет. Неплохую основную камеру с оптической стабилизацией и приятный дисплей с приличным запасом яркости. Минусами Т-шки являются посредственная фронталка, отсутствие возможности прочувствовать всю прелесть 144-герцового дисплея из-за далеко не топового процессора в ресурсоемких играх и не самая быстрая зарядка. К числу плюсов пользователи относят полноценную защиту по стандарту IP68, качественный стереозвук и крутую камеру с несколькими по-настоящему функциональными объективами, подходящими для разных ситуаций. Сегодняшний сравнительный обзор показал, что не всегда стоит гнаться за флагманом. Да, Xiaomi 13 с ценником от 60 тысяч рублей одерживает уверенную победу, если речь идет о производительности. Однако модель Xiaomi 13T, которую можно купить уже за 45 тысяч, куда интереснее, когда в расчет берутся камеры и дисплей. Поэтому я рекомендую тебе в первую очередь определиться, что для тебя важнее и лишь после этого делать свой выбор. На этом у меня все. Напоминаю, что в описании есть ссылки на магазины, в которых можно ознакомиться с актуальными ценовыми предложениями и сделать заказ буквально в два клика. А еще там же лежит скидочный промокод для подписчиков канала. Буду благодарен, если ты оценишь ролик лайком и расскажешь в комментариях, что для тебя важнее – быстродействие или качество фото. А чтобы не пропустить свежие выпуски с похожими обзорами, обязательно подпишись на Техноарену. Скоро увидимся!